Несколько лет и без того насыщенной жизни ушли на то, чтобы овладеть на высоком уровне техниками декупаж и точечная роспись. Вместе с появлением первого ребенка в душе родилось желание творить, чтобы сегодня приятно удивлять близких и родных. Работы мастера есть практически во всех коллекциях знакомых друзей. Причем не только сами готовые шедевры, но и мастер-классы по их изготовлению, которые Марина постоянно рассылает в журналы по рукоделию и искусству. Сегодня творчество для девушки – это не просто способ сделать что-то необычное своими руками. Это возможность выразить свое «я» в весьма необычном обличии. Несмотря на особую занятость с домашними хлопотами и маленьким сыном, Марина Ярош успешно справляется с двумя почетными миссиями – миссией мамы и мастера. Сложно, конечно, но справляемся. Вот пока маленький был, когда ничего не дает сделать днем, то есть все краски, кисти, контуры, но все идет в ход и совершенно не по назначению. Поэтому приходилось работать с ночами. То есть когда дети ложатся спать, когда еще не надо утром вставать на работу, и можно позволить себе потом часок вздремнуть днем с ребенком. Творческий процесс – это всегда дело кропотливое, особенно если перед тобой такая непростая техника, как точечная роспись. Многие опытные мастера довольно часто признаются, что создавать такие работы очень и очень сложно. Для этого необходимы не только талант и умения, но и особая сила воли. Большой шедевр создается из небольших точек, группирующихся на поделке в зависимости от выбранного узора. Однако промахов Марина Ярыш не боится. Если что-то не получилось в первый раз, она смело переделывает все с нуля. По-разному. Иногда на одну работу может уйти две-три недели. Особенно если точечная роспись. То есть я еще настолько скрупулезно отношусь, если мне не нравится, я все убираю. Я могу начать все заново, полностью всю работу. Поэтому могу делать и месяц, и два месяца. Ну если это какой-то несрочный какой-то заказ. Поэтому по-разному, совершенно по-разному. Ну если мне не нравится что-то, я переделываю. Я этого не боюсь. Начинать все сначала. Вот это даже иногда только и лучше. После выхода из декретного отпуска оставлять полюбившееся хобби Марина Ярыш не спешит. Однако и делать его основным видом деятельности тоже. Ко всему, по мнению рукодельницы, должен быть свой подход. Хобби – это дело для души. И пока от него получаешь удовольствие, оно остается своеобразной, отдушиной в бесконечно бегущей жизни. Уже сегодня Марина начинает работать с обжигом и массивом. Возможно, первые работы в этой технике брещане и гости города увидят на одном из ближайших вернисажей мастериц.